Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 107. Как и другие наши беседы, сегодняшняя наша лекция записывается редакцией портала экзегет.ру в Московском Срединском монастыре. 107-й Псалом – это национальная молитва о победе над иноземными поработителями. Данный Псалом был составлен на основе цитат из двух других гимнов Псалтыри. Первая часть 107-го Псалма 2-й и 6-й стихи идентична фрагменту из 56-го Псалма. Вторая часть 107-го Псалма 7-й и 14-й стихи совпадает со стихами из 59-го Псалма. Во 2-м 5-м стихах 107-го Псалма его автор выражает намерение восхвалять Бога за его милость. Затем просит об избавлении от врагов. Ответ Бога дан в 8-м 10-м стихах, после чего псалмопевец еще раз обращается к Богу за поддержкой в военном сражении. Завершается Псалом уверенностью, что Бог ответит на молитву. Комментарии к тексту переводим мы в толкованиях на Псалмы 56-й и 59-й. Поскольку рассматриваемый сегодня текст практически один к одному повторяет предшествующие Псалмы, поэтому мы ограничимся только маленькими заметками в отношении особенностей лексики 107-го Псалма, которые отличают его от предыдущих гимнов. Четвертый стих. В 107-м Псалме употребляется священное имя Господа Адонай или Якова, в то время как в исходном 56-м Псалме Бог фигуративно, образно называется Господином. Там употребляется не его собственное имя, а эпитет. Пятый стих. По 107-му Псалму милость Творца превыше небес, в то время как в 56-м Псалме милость Господа достигает до небес. В этом незначительном различии, по всей видимости, была заложена теологическая задумка нового редактора. Он пошел дальше своего предшественника, подчеркивая, что земля не может вместить Божию любовь. Милость Господа не только поднимается до небес, она выходит за пределы небес, преизливается за край. Десятый стих. По 107-му Псалму над землею филистимскую восклицать я буду. Согласно тексту 59-го Псалма действующим лицом является не Бог, а земля. Восклицай мне земля филистимская. В этой небольшой правке снова слеживается теологическая задумка редактора, который подчеркивает активную роль Господа как Творца чудес и пассивную роль земли как получателя тех или иных благ. В этом, пожалуй, серьезное различие между текстом 107-го Псалма и предыдущими можно завершить. Но еще раз подчеркнем, что для последующего автора более важной является идея места Господа и его имя, чем другие какие-то второстепенные факторы. Видите, сколь небольшие различия. Вот если не поставить эти стихи рядышком, никогда не заметишь разницы. А если мы читаем Псалтырь последовательно, то от 56-го или 59-го Псалма до 107-го пройдет столько времени, что уже никакой разницы не почувствуешь. Но сегодня мы с вами говорим не только о том, что последующие авторы как редакторы использовали более древние гимны, но обращая ваше внимание на то, что они подходят к тексту с умом и делают небольшие правки богословского характера, чтобы возвысить статус Господа, поставить его выше других богов, выше небес, выше земли. И в последующем вот этот тренд, эта, так сказать, траектория будет особенно пощеркиваться в греческом переводе, в древнегреческом переводе Библии под названием Септуагинта. Греческие переводчики, которые мыслят, собственно, в древнееврейском духе, они уходят от антропоморфизма в Бога, пытаясь переводить древнееврейские слова на греческий, используя самую высокую абстрактную терминологию. Ну, например, где в Ветхом Завете будет сказано «рука Божия», могут перевести словом «сила Божия», где будет указано «Господь зрит или смотрит на лице человеческое». В древнегреческом переводе может быть указано примерно так, что Господь понимает, что происходит в душе человека, или «Господь всеведущ, ведает Господь, что происходит с человеком». И так далее, и так далее. Итак, эта традиция такого повышения градуса отношения к Богу, она постепенно развивалась. И в послепленную эпоху, когда создавался этот гимн, мы видим, что уже потихоньку авторы идут, так сказать, на взлет в отношении своей теологии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...